друзья всем привет с нами павел вы находитесь на канале хэппи брик сегодня у меня на обзоре довольно старый набор давно вышедший из продажи по звездным войнам droid gunship набор 75042 2014 года насчитывает довольно ощутимое количество деталей коробка как мы видим достаточно крупная и выполнена еще в старом стиле старом оформлении настолько старым что здесь даже пишут предел возраста на коробке еще один интересный момент который почему-то сейчас не используют это пишут какие фигурки стали новые по отношению ко всем предыдущим набором и здесь у нас фигурка чубаки и elite corps trooper к сожалению в этом наборе нет фигурок только один battle droid остался поэтому эти фигурки показать наборе не смогу на обратной стороне у нас традиционный нарисован игровой режим и возможные функции этого набора тут у нас стат шутеры судя по всему они новые так как здесь написано new то есть они видимо недавно появились также есть ракеты и остальные функции я покажу далее инструкция выполнена виде одной такой довольно тонкой книжечки несмотря на большое количество деталей здесь уже была сборка по пакетам и набор собирался за 5 пакетов соответственно сборка здесь завершается на 65 странице на тридцать девятом пункте что довольно мало на предпоследней странице есть список деталей как мы видим здесь очень много вот таких круглых полу панелей то есть из которых можно сделать остров или что-то круглое также здесь присутствует и техник детали и традиционно для звездных войн много light blue is grey реклама lego com также реклама наборов которые были актуальны в те времена можно их рассмотреть поближе в основном здесь корабли и построек практически нет ну и на другой странице нарисованы видимо все актуальные мини фигурки довольно интересный момент так как можно понять каких у вас фигурок из этого набора нет или из этой серии и какие вообще бывают жалко что лего отказались от этого ну и перейдем непосредственно к набору как мы видим постройкой правда довольно крупная то есть этот дроид по размеру такой же как и мини фигурка то есть он в этом плане ничем не отличается мы видим что в формате мини фигурки корабль действительно довольно большой и кстати довольно увесистый передняя часть кабины у нас немножко наклоняется но здесь специально стоят блокираторы чтобы она далеко не уходила часть кокпита похоже на какой-то щупальце на какое-то насекомое как мы видим здесь через большие ball joint и идет вращение то есть эти пушки могут вращаться имитация пушек стрельба здесь тоже есть пушка который наклоняется подымается также вот эти клыки у нас подымаются здесь у нас есть непосредственно сама кабина к сожалению никак она не оформлена то есть сюда просто можно закинуть дроида и как бы он будет в кабине эти штуки тоже крутятся но я не думаю что это нужно как мы видим вот эти четверть круга образуют здесь в целом примерно круглый объект двухуровневый то есть более большого радиуса и более маленького радиуса если перевернуть то здесь ничего интересного нет то есть это просто плоская постройка и довольно скучная в этом плане однако здесь есть к игре кое-какие игровые функции во первых у нас вот эти боковые крылья через трещотку можно отрегулировать здесь у нас есть имитации пушки и собственно эти новые но точнее уже актуальные стат шутеры которые как мы видим довольно резко и бодро стреляют верхней части у нас больше ничего не открывается в нижней части у нас есть еще два отсека которые можно сымитировать как отсеки для бомб и в то же время они могут служить подставкой чтобы модель непосредственно стояла а не лежала тем не менее вот эти бомбы здесь болтаются но они также управляются вот этими двумя функциями то есть можно открыть и грубо говоря сбросить по три бомбы с каждой стороны соответственно потом нужно будет их обратно сюда посадить не то чтобы это очень крутая функция но тем не менее 1 есть наверное для фанатов звездных войн это довольно интересный корабль но в целом смотрится он конечно не очень интересно лично как по мне это большой серый кусок с синими пластинами хотя детализация более или менее неплохая даже для 2014 года особенно кокпит выглядит очень злобно похоже на злобные зенки на клыки здесь на какие-то мандибулы как у насекомого в общем вот такой вот набор пишите ваши комментарии что думаете по поводу старым звездным войнам актуален ли он сейчас по-вашему или сейчас более новые наборы смотрятся лучше но вам как всегда спасибо за просмотр всем удачи и пока